В Боровихе уже никто не верит, что когда-нибудь в селе появится новая школа. Старому зданию, по официальной информации, 84 года. Обещаниям и проекту строительства школы тоже много лет. Он изначально был включен в программу 80 на 80, затем так органично перекочевал в программу 85 на 85, потом 4 года проектирования, которое не состоялось. И, собственно говоря, ребятишкам, которым обещали, будучи первоклассниками, что они пойдут в новую школу, они уже в седьмом классе. Некоторые, кто ожидал эту школу, уже выпустились, являются выпускниками. С Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, мы тоже обсудили этот вопрос. Он полностью поддерживает этот проект. И, безусловно, она должна быть включена в КАИП, а не в программу будущую, грубо говоря, 90 на 90. В школе и на будущей стройплощадке встретились директор учебного заведения, председатель сельсовета, районная власть, министр образования края и представители регионального минстроя. Собрались все по инициативе депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Вопрос уже назрел лет 30 назад, потому что наши ученики в данный момент ездят в другие ближайшие деревни, то есть родители их возят, где-то сами добираются и учатся в других школах. Это единственный участок в Боровихе, пригодный для строительства школы. Есть все коммуникации – вода, газ. Несколько лет эта земля была в аренде у фирмы «Авангард», которая пыталась построить школу, но не смогла. И через суд была вынуждена вернуть площадку селу. Суды закончились в конце июня, и пока в этом деле не поставили точку, о стройке не могло быть и речи. Сейчас у нас есть документы на землю, плюс мы сделали план земельного участка. Сейчас занимаемся и уже готовы техусловия, как бы первоначальные. И есть решение по поводу памятника воину-красноармейцу. Памятник – это проблема, на которую обратили внимание представители Министерства строительства. Но районные чиновники уверяют – стелла, которая стоит прямо на месте будущей школы, никакой исторической и культурной ценности не представляет. А вот настоящий памятник – могила матроса Тарасова – стройке не помешает. Специалисты решили, что на все вопросы по месту строительства буквально за несколько дней ответят проектировщики, уже в эскизе проекта. Тогда мы будем понимать, что действительно 550 сюда садится школа, или 360, которые в Повалихе мы и в Ларичахе будем в этом году начинать строить. Или ни та, ни та не садится, поэтому надо будет индивидуально здесь проект с учетом всей специфики прорабатывать. Скорость подготовки проектно-сметной документации на данном этапе главная. Так говорили на встрече и несколько раз подчеркнули – тянуть время нельзя. Правильно, Сергей, совершенно поддерживаю тему. 22-й год, он такой интересный, насыщенный. Первый. Первый, да. Возможно, стоит рассмотреть современные проекты ускоренного строительства без потери качества. Такую идею выдвигает Краевое министерство образования и науки. Нам кажется, что важно здесь посмотреть те проекты, которые быстровозводимые, эффективные и в то же время соответствуют всем тем требованиям и инфраструктурным, и программным, и содержательным. Ну, в общем, в полной мере бы отвечали нашему представлению школы 21 века, что это. Участникам совещания удалось прийти к взаимопониманию. Войдет или нет Боровехинская школа в Краевую инвестиционную программу в 2019 году, мы узнаем уже в августе. Как утверждают в администрации Края, деньги на проектирование есть. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.